всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск news блок крипто на канале крипто comments самые актуальные горячие и наиболее важные новости из мира крипто а также аналитика рынка от экспертов наливайте ваши любимые напитки и усаживайтесь поудобнее мы вас долго не задержим поэтому лайк подписка и поехали кардана ищет внимание у президента аргентины выступающего против истеблишмента бывший председатель cftc тимоти массад рассказывает о дальнейшем развитии событий по усилению защиты инвесторов после дела с бинанс сек уводит xrp с линия огня по кракен под названием крипто ценные бумаги а завершит наш выпуск аналитика рынка от джорджа танго оставайтесь нами и так кардана рвется в аргентину как мы знаем 19 января хавьер милей одержал решающую победу на президентских выборах в аргентине почти сразу некоторые биткойнеры выразили заинтересованность предложение милею интеграцию биткойна на гос уровне однако генеральный директор input output global чарльз хоскинсон также видит использование блокчейн решений кардана как соответствующих видению милея о сильной аргентине во время стрима 26 ноября чарльз выразил готовность встретиться с хавьером основываясь на их общих экономических взглядах по снижению роли правительства как лучший способ распределения ресурсов хоскинсон предположил что кардана мог бы помочь аргентине с самостоятельной цифровой идентификации системой голосования и в виде денежной формы говоря о глобальных проблемах мировой экономики таких как постоянная инфляция хоскинсон заявил вы знаете что крипто это решение подчеркнув намерение предложить милею решение на основании блокчейна однако биткойнеры также нацелены на милея в надежде на интеграцию на государственном уровне и они времени зря не теряли лоббируя милея за госинтеграцию после его президентской победы в день победы милея на президентских выборах известный биткойнер макс кайзер попросил президента сальвадора наиба буккелия организовать переговоры с милеем о потенциальной интеграции биткоина на государственном уровне нужно добавить что успеха процветания любого государства конечно не зависит только от того какую национальную валюту это государство использует но все большее внимание различных государств к крипто тем более в виде национальных валют и особенно таких проектов которые не позволяют производить свободную эмиссию говорит о том что история бесконечного бешеного принтера бесконтрольно печатающего деньги становится все более активной повесткой текущих дней а это означает что у крипто невероятное будущее вопрос лишь времени и продолжает наш выпуск интервью на bloomberg тв бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами тимоти массада относительно того что на его взгляд ждет криптоиндустрию из-за открытого судебного разбирательства департаментом юстиции сша в адрес крупнейший крипто бирже binance и его уже бывшего генерального директора чемпинг сизи джоу и так бывший председатель cftc и научный сотрудник гарвардской школы государственного управления кеннеди тим масса то рада тебя видеть очевидно что лучше бы не было этих не очень хороших новостей но с учетом того что произошло это было единственное возможное решение для binance что же я думаю да это очень важно и урегулирование вопроса которая поможет ограничить использовать крипто для отмывания денег финансирования терроризма и других незаконных действий финанс это крупнейшая торговая платформа крипто и теперь они будут вынуждены соответствовать законодательству и некоторым базовым законам но если вернуться к вашему вопросу остается не совсем ясным улучшит ли это ситуацию защиты инвесторов и в целом я не думаю что это как-то поменяет ситуацию для американских инвесторов честно говоря я думаю это усложнит использование американским инвестором платформа binance потому что то что ранее делала binance это активно обслуживало американских инвесторов не соблюдая законы сша тим прости что если здесь идет речь более широком смысле крипто ведь есть те кто говорят основное использование для криптовалюты это нелегальные действия и даже ужасные такие как финансирование хамас прости меня сатоши что ж есть и такое но я думаю важно отметить что на основании того что нам известно данные транзакции отображают все еще очень маленькую долю от всех активностей в целом по крипто да мы это не знаем наверняка но большинство проведенные по хамас аналитики говорит смотрите хамас получил очень маленькую часть средств от крипто и с binance знаете даже те транзакции что мы допускаем произошедшие между американскими гражданами и гражданами из стран находящимися под санкциями наше казначейство признала представляли собой очень малую часть менее доли 1 процента общей активности осуществляемый binance так что люди которые на это смотрят и говорят смотрите крипто используется только для нелегальных активностей поэтому крипто не приживется и уйдет я не думаю что мы должны этому следовать я думаю крипто здесь навсегда а нам необходимо улучшать защиту инвесторов изменит ли этот случай с binance или в данном случае можем вернуться к судебному разбирательству сэма бэнкмана фрида изменят ли они восприятие того как люди смотрят на крипто да она может здесь остаться навсегда но изменится ли на него взгляд людей что ж определенно да по крайней мере я думаю что это заставит людей признать что здесь у нас есть проблемы у крипто есть потенциал использования в нелегальной деятельности а также есть недостаточность в защите инвесторов но что продолжает меня беспокоить то что по крайней мере в сша она все еще нет консенсуса о том как двигаться дальше и я сомневаюсь что мы его увидим или по крайней мере базовое улучшение защиты инвесторов с точки зрения изменений нашего законодательства до ближайших выборов вот мне интересно почему вы думаете что на это требуется так много времени особенно слушая гэри гэнслера который занимает свою позицию всех уже больше трех лет а также заявление все в кисе которые также участвуют в данном процессе ведь три года это много и у нас по-прежнему не от предложений того как это регулировать что ж всех и все в кисе используют свои существующие полномочия для начала исполнительных действий эти действия очень важны и я поддерживаю то что было сделано но я не думаю что этого достаточно из-за того что наша регуляторная система остается фрагментированной и более конкретно у нас даже нет федерального регулятора по торговле крипты на спотовом рынке где происходит основной объем активности и это то что на мой взгляд должен исправить конгресс либо то что я предлагал ранее сек и safety си быть более креативными объединиться то что я думаю они могут сделать но пока мы этого не видели но мы видим как другие страны это делают в направлении улучшения крипто регулирования и определенно нам это тоже поможет и одной из таких юрисдитс является штат нью-йорк они впереди они что-то представили федеральному правительству в виде дорожной карты как варианта для регулирования крипто что ж я думаю у них есть очень хорошая работа по стейбл коином и в какой-то степени это довольно проработанная модель но я все же думаю нам нужен федеральный набор законов и даже глава нью-йоркской администрации эдриан хэррес признал что нам необходимо федеральное законодательство и для стейбл коинов и для торгующих крипто платформ и даже в целом для крипто сектора просто сейчас наш конгресс слишком сильно занят и разделен из-за многих вопросов но конкретно по крипто пока еще нет консенсуса о том как нам идти дальше тим говоря об этом разделении а также о том куда нас ведет правительство а также вопросы следующего года относительно выборов с практической точки зрения значит ли это что нам нужно ждать окончания выборов то есть по крайней мере 2025 года чтобы увидеть полноценное федеральное регулирование я думаю это скорее всего еще бы сказал что по стейбл коином вероятность немного выше того что мы можем увидеть некоторые движения и создания федерального законодательства опять же я думаю что и секс и все в тисе могут сами выступать более креативно собраться вместе выработать некоторые общие подходы и постараться привести эти торговые крипто платформы как соблюдение но пока этого не сделано невероятно бывший председатель сек открытым текстом говорит что прошло три года и ничего не сделано это нужно сделать уже сейчас а главное даже без участия конгресса секс и все в тисе могут сделать это вместе и самое главное фраза о том что законодательное регулирование крипто необходимо для защиты инвесторов прозвучало несколько раз а защищать инвесторов сша очень любят главное чтобы защищали их не от самой крипто ведь законодатели очень не любят закручивать гайки и так сек уводит xrp с линии огня под названием крипто ценной бумаги которую она ведет по бирже кракен недавний иск против кракена представляет собой активное участие комиссии по ценным бумагам и биржам сша в регулировании криптовалютной индустрии примечательно что в иске xrp не был включен в число предполагаемых ценных бумаг что привлекло внимание сторонних юристов в иске сек перечислены различные криптовалюты обвиняемые в том что кракен их предлагает в качестве в кавычках крипто ценных бумаг среди них есть такие как кардана акси инфинити алгорант космос хаб чилл скотти дэш файл коэн флоу интернет-компьютер де центр land полигон near протокол омг нету разы сэндбокс и солана также интересен тот факт что по утверждению сек эти криптоактивы не только предлагались кракен в качестве ценных бумаг но также были частью агентских действий с другими незарегистрированными посредниками включая такие крипто бирж как битрикс бинанс и coinbase на первый взгляд может показаться что здесь ничего особенного но на самом деле здесь есть три важных вывода первый что сек согласно и учитывает решение суда относительно xrp второе то что всех как бюрократическая и упертая парнокопытная продолжает атаки на крипто индустрию и крипто проекты не объясняя свою позицию в которой логику отыскать непросто а это значит что внезапные и серьезные потрясения криптоиндустрии еще могут быть и 3 что даже несмотря на меняющуюся в индустрии атмосферу попавшие под атаку сек крипто проекты могут очень сильно пострадать если не будут защищаться и завершает наш сегодняшний выпуск краткий но от этого не менее важный обзор рынка от джорджа танго джордж поделись нами мыслями о том что сейчас происходит и что это на твой взгляд означает bitcoin продолжает немного расти до нас немного напугало то что мы едва были выше 37000 но в целом как вы и сами можете видеть bitcoin продолжает движение в соответствии с изначальным планом двигаться вверх знаете без изменений определенно сейчас не время для паники и великолепное время для до закупки а к мы еще не высоко кроме того самые базовые показатели биткоина находятся в прекрасном состоянии в настоящий момент рыночный цикл показывает нам по сути процесс накопления прямо перед красными точками означающих крупный взрывной рост который довольно легко понять мы определенно идем вверх по тренду как делали ранее по этим синим точкам медленно но уверенно направляясь что мы и видели ранее никаких изменений двигаясь до того момента пока мы не увидим взрывной подъем вверх это еще один индикатор бычьего рынка показывающий нам что мы в бычьем рынке да мы в бычьем рынке и да все сойдет с ума когда мы войдем в параболическую стадию бычьего рынка так что да оставайтесь сильными продолжайте ходлить и продолжаете докупать все очень просто джордж ну спасибо ты настоящий талант сформулировать кратко и очень емко даже и добавить нечего кроме одного напоминания если вам ребят понравился этот выпуск а оперативность новостей их важность и подачи вам зашла поставьте под видео лайк и подпишитесь на наш канал для нас это очень важно правда и на этом я с вами прощаюсь желаю вам отличного вечера и до встречи в следующем выпуске